Субтитры сделал DimaTorzok Также скоро он пройдет конкурс на первом сервере на несколько миллионов, поэтому можете приходить на мой канал и просто возьмите, подпишитесь, давайте все его дружно поддержим. Всем привет, с вами Кирилл и вы на канале Кирилл Гейм и сегодня у нас новое видео. В этом видео я вам покажу, как я купил себе личную лодку. Это было довольно-таки круто и расскажу вообще, для чего нужна эта личная лодка, какие в ней преимущества и так далее. Также вы узнаете, за сколько я себе ее купил. Но перед этим я хотел бы напомнить, что у меня есть свой промокод. Пишите вместе капсом Кирилл Гейм. На пятом уровне вы получите 50 тысяч, на десятом уровне вы получите 100 тысяч. То есть в общей сумме вы получите 150 тысяч. Мой промокод можно вводить на любом сервере Мазин Холиплей. Также не забывайте подписываться на мой инстаграм, потому что я собираюсь снимать влог скоро. И в инстаграме будут фотки. Пацаны, всем рекомендую, короче, свой инстаграм. Просто переходите, подписывайтесь. Все, желаю вам приятного просмотра. Ну что ж, пацаны, сейчас я буду покупать лодку, получается. Ну как покупать? Я обменяю две свои машины на лодку. Я обменяю BMW X5, получается, свой. Давайте я вам покажу, какой. Вот пишем кар. И вот здесь есть, вот, BMW X5. Вот его я буду обменивать. На яхту, получается. Точнее, на катер. Я хотел, конечно же, пацаны, яхту. Но яхта стоит 40 миллионов. У этого чувака есть все катеры и яхта. Но яхту он продает за 40 миллионов. А вот я с ним договорился обменяться машинами. То есть, я ему даю две машины, он мне дает катер. Но сейчас я ему, получается, даю X5. Он мне дает катер. И потом он покупает дом. Я дам ему еще раптор свой. Вот мой раптор, получается, тоже есть. Ford Raptor, вот. ООН, три восьмерочки. Ну, в принципе, не знаю. Мне кажется, выгодный обмен и ему, и мне. Просто я очень хочу катер. Изначально я хотел именно яхту, потому что, чтобы с подписчиками там тусить и так далее. Но я думаю, катер тоже будет довольно-таки неплохо. Сейчас я его жду, получается, возле Нотариуса. И мы с ним будем делать обмен. Ну что ж, пацаны. Вот прибежал, получается, самурат. И сейчас мы будем с ним обмениваться. BMW X5 на катер. И потом он купит дом. Я дам ему еще раптор сверху, получается. Так, да. Предлагаем ему на катер обменяться, в принципе. Все, делаем тайм, пацаны. И просто будем сейчас ее тестировать. Тогда я отпишу, как смогу забрать раптор. Окей. Ну что ж, пацаны. Я думаю, самое время посмотреть на эту лодку. Просто она реально очень прикольная. Такая просто быстрая. Она едет почти 140 км в час по воде. Это довольно-таки круто. Давайте для начала я покажу вам, наверное, карпас. Так, ID мой карпас 491. Смотрим. Получается, это катер называется круизер. ID 493. Номеров нет. Из тюнинга ничего нет. Но, скорее всего, наверное, нельзя будет этот тюнинг ставить. Но, если на лодку можно будет поставить чип каким-то образом, это будет прикольно, чтобы она еще быстрее ехала. Целостность у нее 100%. Вот, цена 499 рублей, пацаны. И, получается, пробег на ней сейчас 20 км. Вообще, в чем смысл этой лодки? На ней можно просто кататься, там, катать своих друзей, там, подписчиков. Как я, например, буду катать на стримах на этой лодке. Вот, что с ней можно делать. Но еще на ней можно, как бы, ловить рыбу. Надо сесть в лодку, открыть багажник. И сейчас посмотрим, сколько туда влазит рыба. Пишем T-меню. И сюда можно положить 3000 рыбов. В чем вообще прикол, пацаны? Если вы просто арендуете лодку и поедете ловить рыбу, потом вас крашнет, то вам эту рыбу никто не вернет. А так вы рыбачите на свои лодки и складываете рыбу в багажник лодки. И потом можете просто ее продавать, получается. Можете просто вытягивать ее и продавать. Я думаю, это довольно-таки круто. Ну, реально плюс в том, что если вас крашнет, то рыба останется. Если вы будете на арендованной лодке, то ничего не останется. Но в арендованную лодку влазит, по-моему, даже меньше рыбы, чем в эту лодку. В эту лодку влазит 3000, а там, по-моему, максимально можно типа 1000. Кстати, этой лодки даже на аренде нету. То есть, это реально эксклюзивная лодка. Я вот смотрел, заходил на чекпоинт, получается, на аренду лодки. И там нету этой лодки вообще. То есть, это реально эксклюзив, пацаны. Этой лодки даже нету на аренде. То есть, даже эту лодку вы не сможете арендовать. Только ее нужно покупать за дублоны, либо купить ее с рук. Кто не понимает, откуда у меня эта лодка, то эта лодка, получается, с ивента. То есть, чувак, либо насобирал, либо задонатил, я не знаю. Насобирал эти дублоны и взял себе эту лодку. И получается я у него ее купил Давайте я вам покажу, для тех кто не понимает о чем я говорю Вот пишем команду event И здесь есть пиратский сундук И вот эта лодка получается катер круизер Он стоит 6500 дублонов Как бы я хотел яхту, но яхта очень дорогая Как бы у этого чувака, которого я купил Эту лодку, у него еще есть яхта Но он ее продает за 40 миллионов Но таких денег у меня нету, поэтому я рад даже катеру пацаны Но знаете в чем минус? Вот минус в том, что это пока что не доработано Пока что это все сырое Почему? Во-первых, нельзя лодку красить Она будет всегда просто белая и все Вот это для меня большой минус, потому что я хотел бы ее Например перекрасить Возможно винил какой-то на нее поставить Было бы круто тоже, если бы Сделали какую-то возможность винговать лодки Допустим Сделали бы специально для этой лодки Прицеп, который можно будет купить за миллион Ты покупаешь этот прицеп Везешь в свою машину Получается берешь там джип какой-то Например гелик, подцепляешь этот прицеп к гелику Берешь эту лодку, везешь ее в тюнинг, например Вот так было бы круто Понятное дело, что яхту никто не будет Для нее добавлять получается прицеп Потому что яхта очень большая И ее перевозить по дорогам общего пользования Это будет очень глупо Просто будем мешать другим игрокам Если вот эту огромную яхту Перевозить не эту пацаны, а другую Которую за 12 тысяч дублонов Эту как бы можно еще перевозить Она не уж такая уж большая Поэтому было бы круто Если давали либо Какой-то возможный тюнинг Либо тюнинг какой-то Добавили для лодок Но типа его нельзя будет купить Потому что типа ну Это будет не бизнес Ну а так в принципе я рад пацаны Я реально рад Потому что это Что-то новое Это новый транспорт Понимаете Потому что ну Как бы машины надоели А тут своя лодка пацаны Это реально круто Ну что ж На этом я буду заканчивать Всем спасибо за просмотр Ставьте лайки Подписывайтесь на канал И всем пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok